Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре форелевые удилища от компании Colmic Ambra Trout. В целом, форелевых удилищ качественных, действительно отвечающих форелевой ловли, потому что, сами понимаете, форель можно ловить там и на фидеры, на что угодно, но так, чтобы удилище и вязало, и было надежным, и при этом оно было легким, сбалансированным, правильно распределяющим нагрузку совсем немного. По большому счету, я могу насчитать там, ну не знаю, на пальцах одной руки, если не меньше. Вот к таким вот топовым и одним из моих любимых серий относится как раз серия от Colmic Ambra Trout. С моей точки зрения, это идеальнейшая серия для форелевых удилищ. Вот кто хочет меня спросить в комментариях, да, или там как-то в Телеграме и тому подобное, я отвечаю сразу же всем, что с моей точки зрения серия Ambra Trout идеальна по цене и качеству. Поэтому, кто хочет себе форелевую удочку, пожалуйста, посмотрите, пока они есть на складе, разбирают их очень быстро. Мы их только завезли, и буквально вот с утра завезли, сейчас вечер, и у нас 50% их уже нет, потому что их какое-то время не было на рынке, да, и люди их ждали, 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 быстрее их, что называется, берут. По цене недорого они совсем стоят, то есть цена абсолютно адекватная, я сейчас по памяти не скажу, но там в зависимости от длины, там в районе 10, наверное, тысяч рублей, что-то такое, ну на момент вот выхода ролика. Значит, серия состоит из пяти удилищ, из них самые популярные и вот максимально пользующиеся спросом это средние три по длине и тесту, да, именно их мы и берем, потому что 99% продаж и востребованности приходится именно на них. Самое короткое и самое длинное люди берут крайне редко, потому что коротыши, они, в общем-то, используются для ловли, как правило, с лодки даже. Ну, соответственно, у нас мало кто ловит форель с лодки, да, а длинное удилище, оно не очень нужно, потому что платники не имеют, как правило, огромных расстояний, да, дистанции заброса там не требуется бешеных, и это первое, да. Второе, что серия предыдущая, пред вот, самой длинной, да, условно, она способна покрывать даже те же расстояния, что и самая там, самая высшая серия, это вот под номером 6, так называемая, значит, линеечка, все удилища в этой линейке промаркированы цифрами 2, 3, 4, 5, 6. Чем меньше цифра, тем меньше длина и ниже тест. Да, здесь очень удобно смотреть на сайте Multifish, можете посмотреть, то есть помимо этих цифр, да, номераций, там еще идет и длина, и, соответственно, тест. Значит, все удилища выполнены из дорогого качественного карбона, они все имеют slim ультратонкий бланк, это действительно очень сбалансированные, качественные удилища, безумно приятные в использовании, и даже вот просто их смотреть, держать в руках, и одно, скажем так, эстетическое удовольствие испытывать будет каждый. Значит, начнем с катушкой держателя, из фурнитуры. Здесь вся фурнитура сигает. Качественные колечки, качественные вставки колец, то есть можно даже, некоторые, я знаю, люди используют плетеную леску на этих удилищах, и никакие кольца, они не пилятся абсолютно. Кольца по высоте достаточно близко прижаты к бланку, это и нужно, что называется, да, для того, чтобы леска лишний раз не порусила, нагрузка у форели большая, огромных дальних дистанций не требуется, соответственно, вы можете ловить на это удилище, что крайне важно, как на бомбарду в рамках теста, да, так и на поплавочную снасть. То есть, по большому счету, это идеальнейший вариант. То есть, я знаю, скажем так, могу подсказать, многие ставят сюда плетню и шок-лидер из монолески, где-то метров пять приблизительно, и когда нужно, они цепляют на эту монку бомбарду и бросают бомбарду, а когда нужно, они прицепляют оснастку поплавочную, и можно ловить также на поплавок. По большому счету, и на мочевку на нее тоже можно ловить, то есть, и как фактически глухую оснастку, ну, естественно, если вы катушку не используете, да, то есть, с катушкой, просто затянутым, грубо говоря, фрикционом, если так надо, если форель небольшая, и леска позволит вам справляться, да, но не оборвет форелька леску вашу, да, и удочка, она справится с амортизацией, то есть, за счет бланка она отлично очень амортизирует даже крупную форель, и можно, в принципе, относительно тонкие лески применять. То есть, видите, вот я нечасто хвалю, наверное, да, удилища в своих обзорах, критикую много, но вот здесь, как бы, критиковать лично мне нечего. Скажу больше по поводу катушкодержателя, например. Лапка сама сделана из толстого металла, потому что многие катушкодержатели, вот эта лапочка, сам ползунок, он очень быстро выходит из строя. Несколько раз зажмете катушку, и сам металл, он просто прогибается, и люди меняют его, да, этот держак, либо он раскрывается, расщелкивается во время ловли. То есть, здесь металл качественный, прочный, сам держак, он небольшой, то есть, сюда рекомендуется катушечки, там, где-то полторы, две с половиной, ну, три от силы, больше, я думаю, не стоит. Хотя четырехтысячный сюда тоже влезет, но, как бы, смысла в этом никакого нет. Удочка очень деликатная, я имею в виду, в плане эстетства, да, и поэтому не нужно ее загромождать большими катушками, нет никакого в этом смысла, просто ставьте сюда фактически спиннинговую катушку, там, двухтысячную, две пятьсот, и у вас будет действительно очень приятная удочка в руках и невесомая. Значит, что важно еще? Здесь разработчики поработали над правильным распределением нагрузки на бланки, на бланк, на все коленоудилища. Здесь вот на хлысте, я вам очень важный такой момент скажу, вот такой длинный-длинный хлыст, он еще у нас разделен на прививку, то есть вот здесь прививка, как вы знаете, что спортивный, да, привитой хлыстик у махового удилища, вот здесь фактически то же самое. Здесь идет полый хлыст, вот досюда, до половины, дальше идет уже монолитный хлыст, именно спортивный, достаточно тонкий, но при этом прочный, то есть хлыстик, он понадежнее, попрочнее, чем у маховых удилищ, естественно, потому что он должен воспринимать нагрузку. То есть отработка вот этого хлыста, рывков форели будет изумительной. Я ее не сам ловрю, я вот знаю, что говорю, у меня есть мавера, есть коломики, есть еще три фирмы форелевые, да, палочки, которые я по осени использую, но вот единственный, который мне нравится, вот прям 100 из 100, да, это вот именно амбра-траут от коломика, поэтому вот кто хочет, просто не тяните резину и тут же берите, пока они есть, не подорожают. Значит, хлыст привитой, но при этом достаточно прочный. Кольца, 4 разгрузочных кольца на этом хлысте, то есть тюльпанчик, да, это вот я приклеил сюда, вообще они поставляются в отдельных пакетах, вот такой пакетик тут висит, там тюльпанчик, и 4 разгрузочных подвижных колечка, которые вы насаживаете сюда, видите, то есть за счет этого нагрузка распределяется на этот хлыст абсолютно полностью, видите, и дальше уже на второе колено переходит там и так далее. Ну, по кольцам сказал, по хлысту сказал вам, дальше по дизайну еще коснемся немножко. Вот такая обмотка очень приятная, как будто кожаная рукояти, то есть она приятно очень лежит в руках, то есть, ну, скажем так, вызывает и уверенность, и не скользит, и, как бы, действительно такой дизайн оригинальный, но в то же время, как я не люблю вороньих каких-то ярких броских дизайнов, да, это вот прям то, что надо, ну, с моей точки зрения. Плюс по качеству исполнения бланка, лака и тому подобное, то есть здесь тоже прикопаться не к чему, даже пробочка идет с дырочкой, чтобы все сливалось, вода сходила. Да, то есть колено заменяемы. Также должен сказать, что если вдруг кто-то сломает, то мы будем возить эти удилища, более того, вводить запчасти, более того, мы будем бесплатно отдавать запчасти, кому понадобится, даже кто сломал по собственной вине или там невнимательности и так далее. Две запчасти в год в рамках акции. Те люди, кто подписан на наши социальные сети, на странички с магазинов в социальных сетях, основные это ВКонтакте, Телеграм, Ютуб канал. Дальше желательно крайне это Ру, Тьюпа и Фейсбук, Инстаграм. И кто подписан, кто покупает удилища у нас в рамках акции, в период действия акции, заявляйте. Если кто-то даже сломает там, да, то мы предоставим вам бесплатно две запчасти в год, до двух запчастей в год. Более того, даем бессрочную гарантию на заводской брак, на все удилища, купленные у нас. Если вы даже принесете нам на ремонт свою какую-то удочку, то мы ее отремонтируем за минимальные деньги и дадим еще гарантию на местополомки, тоже на весь срок службы удилища. Значит, давайте мерить тогда транспортную длину. А, бой, не сказал. Ну, давайте буду мерить транспортную длину, заодно скажу тесты. Хотел сначала тесты вам сказать. Значит, берем первую. У нас цифра 3. Тест 4,10 грамм. То есть это ближний бой, грубо говоря. Длина 4 метра 10 сантиметров. Транспортная длина 136. Все, кстати, удилища снабжены вот таким плотно закрытым жестким чехлом, очень приятным, миниатюрным, но в то же время выполняющим свою функцию на все 100%. Значит, диаметр бланка 13,5. Расстояние от центра катушка держателя до торца 42 сантиметра. Так, по этой все. Все. Дальше. Следующая моделька номер 4. 4 метра 30 сантиметров. Длина 8,15 грамм тест. Это вот наиболее такая вот востребованная вместе со следующей удочкой. Да, имейте в виду, еще раз скажу, что... Сниму вот ее сейчас вам. Как на всех дорогих фирменных баллонках, мочевках, у вас отдельно в пакетике идут тюльпан и 4 разгрузочных кольца. Чем клеить хлыст, если у кого-то возникают вопросы? Фу, хлыст, тюльпан. Чем клеить? Да, обычный клей секунда, момент, что угодно. Чуть макнули, подождали там 10-15 секунд и одели. Тут же вытерли клей, который выступил. У вас он будет вечно. То есть никаких больше манипуляций не нужно с ним делать. Вот, подсушили и вперед на рыбалку. Значит, следующая моделька. Транспортная длина 133. Диаметр бланка 15. И расстояние от центра держателя до конца 42. Значит, и последняя модель. 10-20 тест, это цифра 5. 4-40 длина. Вот эти две удочки самые востребованные. Бомбарды у нас применяются, как правило, 10-15-20 грамм, чтобы улетали. Да, соответственно, если больше бомбарды вы ловите, берете пятерочку. Если чуть 50 на 50 бомбарда, либо поплавок, матч, и в качестве баллонки можно ее использовать, как угодно. То берете вот циферку 4. Значит, по диаметру бланка здесь у нас 16. Транспортная, ну, я думаю, такая же, 132. И расстояние от центра держателя вот здесь у нас побольше 46 сантиметров. И давайте тогда взвесим. Значит, вес у нас трешки. 150 грамм. Имейте в виду, что вес чуть-чуть может играться от удилища к удилищу. Если я открываю коробку, грубо говоря, все перевесить, там будет одна 150, другая 153, другая 156, другая 146. То есть в пределах 7 где-то грамм вот на этих весах удилищ, да, они будут играть. То есть вот эти проценты, это не имеет значения. По большому счету даже у самых дорогих удилищ, а это все равно плавает немножко. Значит, следующая четверка 170 грамм и пятерка 200 грамм. Я не смотрел, какие там цифров каталоги идут заявленные, но для меня это самое главное, вот когда пока своими руками не измерю, потому что при разработке удилищ в самом начале, когда я только этим начинал заниматься много лет назад, для меня вот эти каталожные значения часто подводили, потому что там часто был полный бред. Поэтому пока я с тех пор выработал, пока сам не измерю, все сам через свои руки не пропущу, как бы на веру не принимаю. Значит, давайте раскладывать, смотрим в строй и наслаждаемся дальше. Разложили удилище. Давайте начнем с самого короткого. 4,10 грамм, номер 3, длина 4 метра 10 сантиметров. Вот я вам показываю деликатно эту палочку очень на камеру. Приятный очень строй. Она вроде бы и вихляется, что называется, да, видите? Но в то же время и тест вы имеете в виду, какой у нее минимальный совсем. То есть это тончайшие снасти, тончайшие оснастки точнее. То есть легкие поплавки, тонкие лески. Если это бомбарда, в принципе, я знаю людей, кто даже ловит чуть ли не как спиннингом ей. Конечно, это не очень удобно, но как баллонг такая с фиксированной катушкой, если нужно, фиксион также сработает. Мочевка, оно же бомбардное удилище. Все это можно использовать. Давайте, ну вот я трясу. Видите, какая будет амортизация. Ну и давайте нагружаем. Видите, смотрите, какая. То есть это вот ловля, скажем так, да можно и крупной форели, потому что палка хоть и видно, что как будто она тонюсенькая, да, как хворостиночка, но при этом запас у нее чувствуется. Ну и нагрузку, видите, как распределяется. Если вы сами не ошибетесь, там как-то не наступите, ничего с ней никогда не будет. То есть удилище надежное. Значит, дальше уже из самых востребованных идет четверка, 4,30 длина, 8,15 тест. Строй уже другой, видите какой. То есть палка уже, уже побыстрее. То есть, ну вот бомбарды, 10 грамм, но опять же в рамках теста все, да, дальше она уже проваливается. То есть смотрите, именно в рамках теста, не нужно ее там перегружать как-то и так далее. Здесь у нас коколички в пакетике. То есть новенькая палочка, нагружаем. Видите, какая амортизация. Смотрите, как будет отрабатывать. Весь бланк работает просто изумительно. Одно удовольствие. Жене, детям, вам. Просто супер. Ну и следующий вариант. Тоже очень востребованный. Пятерка, 4,40 длина, 10,20 тест. Приятно лежит в руках. Чувствуется прям вот такой запас, именно как катапульта, что она будет выстреливать буквально оснасткой. Ну вот я, например, люблю ее под бомбарду использовать очень. Перешел я мочевки иногда использую по бомбарду, но иногда и ее. Давайте нагружаем. Показываем свой рук, чтобы прям вот всю параболу видели. Весь бланк, как он работает. И давайте посильней. Ага, вот. Я вот уже даже... Ух! Видите, уже все. Да и даже не сломалось. Смотрите, какой удар в потолок. И все краш-тесты прям вот в реальном времени. Вот, все все видели, разложили. Но опять хочу сказать все прекраснейшие слова в адрес этих удилищ. Ну, по-моему, вот я не вру абсолютно, да? Кто... Ни один человек мне не скажет то, что я сейчас скажу неправильно, да? Это первый обзор, в котором я настолько восхищаюсь действительно этими удилищами. Вообще, каким бы то ни было удилищами из всех своих обзоров. Первый. Ну, надеюсь, не последний. Значит, по чехлу. Ну, чехол самый простой, самый дешевый. И правильно, что они такой чехол сделали. Если только не в подарок вы берете это удилище. Поэтому чехлом не ловят. Они могли, как некоторые фирмы делают, там, 2-3 чехла и еще и тубус. Я думаю, все понимают, на кого я намекаю. Ну, за счет этого поднимают прилично цену. То есть, с моей точки зрения, цена должна быть стоить, должно удилище. Я хочу отдавать деньги за удилище, но никак не за тряпку, которая будет очень дорогая. И там красиво внешне выглядеть. Но при этом сэкономлено на удилище на чем-то. Либо эта цена просто будет выше. Тряпка, она лежит. Удочка в ней лежит. Вы пришли, выбросили эту тряпку там где-то оставили. Удочкой ловите. Поэтому здесь на чехле сэкономили. То есть, чехол этот стоит минимально вообще там каких-то денег. Самый минимум. По качеству, ну, развалится он рано или поздно, я не знаю. Но, скажем так, как бы какая-то там тряпочка такая вот есть и все. Которая, в общем-то, и впитает воду, но зато и быстро высохнет. То есть, это материал такой полусинтетический. Должен сказать обязательно еще раз, пожалуйста, подписывайтесь на социальные сети, и на страничке в социальных сетях магазина Мультифиш, ВКонтакте, Телеграм, Ютюб канал, Рутюб, Инстаграм и Фейсбук. И вы будете иметь в период действия акции две запчасти в год бесплатно абсолютно на удилище, купленные у нас. Уже прошла такая акция, и люди получили удилище на спиннинге Мейджор Крафт, Зетрикс, Дайва, Блэк Холл удилища все, и в Баллонке, и Федера, и так далее. То есть, если мы открываем акцию на какую-то фирму, до сего момента так было, значит, все удилища, которые представляет эта фирма у нас, а мы берем полный комплекс, полный комплект всей продукции рыболовной того иного бренда, который закупаем или забираем в магазин, мы, соответственно, все, что купили люди, это и Баллонки, и Мачи, и Федера, и Махалки, там что угодно, да, мы на них предоставляем запасную часть, если вы сломали по собственной невнимательности даже, да, или кто-то вам сломал. То есть, мы также отдаем вам бесплатно до двух сообщений в год в рамках проведения акции. Об этих акциях я буду писать только в социальных сетях, нигде иначе. Членство на каких-то форумах значения для этого не имеет. Удилище должно быть куплено тоже у нас. Второе. Бессрочная гарантия на заводской брак на все удилища, купленные у нас, такого мало кто, где вы слышали, я думаю, да, если вообще где-то слышали. И третий момент, если вы принесли удилище в ремонт сами, свое собственное, мы даем бессрочную пожизненную гарантию на место ремонта. Сервису у нас более 20 лет, один и тот же мастер работает все время, опыт колоссальный, огромный, возит со всей России в ремонт, поэтому не сомневайтесь, качество изумительное, мы бы просто так гарантию пожизненную на место ремонта бы не давали, если бы потом в этом месте бы с удилищем что-то случалось. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok